Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Финам-ФМ, сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, и так пришло время поговорить о текущей ситуации на финансовых площадках. Как всегда, мы в подробности с вами об этом поговорим, разберем текущую ситуацию, как принято формулировать. Тем не менее, тема сегодняшней программы несколько, я бы сказал, конкретная, узкая. Рынок нефти и газа сегодня мы попытаемся обсудить более детально. Конечно, Россия лидер по добыче черного золота, ну, знак вопроса, наверное, я бы поставил. Кстати, тоже еще забавно, правильно, Виталик, наверное, меня поправишь, Россия лидер по добыче все же, да? Ну, по-русски, по добыче нефти. Ну, есть некий специальный сленг такой, да? Нефтя, по добыче, нефти, забавно. Ну что ж, уважаемые слушатели, я прежде всего представляю гостей, сегодня в студии сухого остатка, Виталий Крюков, аналитик финансового дома «Капитал». Добрый день, Виталий. Добрый день. И первый раз в студии, и тем более это приятно, Алексей Гривач, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам. Добрый день, Алексей. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, я радиослушатель. Уважаемые слушатели, я напомню для вас, телефон студии 6510996, код Москвы495 и сайт компании finam.fm. Все это вы можете использовать для того, чтобы присоединиться к нашему эфиру, к нашей беседе, позвонить, написать, задать свой вопрос, поделиться собственными мыслями на этот счет. Ну и также традиционно мы начинаем с того, что рисуем картину маслом 15.05 в Москве. Итак, что же происходит сейчас на финансовых рынках? Вчерашнее закрытие американской торговой сессии позитивно. 0,4 прибавил Dow Jones, 0,5% NASDAQ и 0,7% выше в Атерлине. Закрылся индекс S&P 500, индекс широкого рынка Соединенных Штатов Америки. 1650 текущая его цена закрытия. Ну, то есть, достаточно позитивно вновь мы видим, Америка растет. И только лишь, если говорить о динамике, и только лишь Америка растет, потому что азиатская сессия разноправленно сегодня, Nikkei припал на 0,3%, хотя Шанкай композит все-таки позитивно закрылся больше, чем на 2%. Европа в минусе 0,6 теряет FTSE 100. И индикаторы российского рынка, индекс RTS в минусе на 0,3%, индекс ММВБ на 0,7%. В общем, американское направление, американские динамические не поддержали наши индикаторы, европейские индикаторы, наверное, для этого есть повод. Я хочу напомнить, укрепляется рубль, незначительно, но тем не менее, ниже 33 рублей за доллар 32.90. Его текущая котировка. И смотрим на сырьевые рынки и на Форекс. Нефть марки Brent 107 долларов 44 цента. Продолжает по-малу, мало-помалу рост. Не отстает от нее и LightSweet. Буквально в смысле, причем, слово не отстает. Виталий, я хотел бы твой комментарий обязательно по этому поводу сегодня услышать. Спред сокращается, мы уже говорим об этом, несколько дней. LightSweet стоит 104 с полтиной за бочку и прибавляет больше процента. Золото, начну было опору, 1255 за унцию. И евро-доллар провалился вчера, таки, ниже 1,28. Сегодня восстанавливается 1,28-22, а его текущая котировка. Голубые фишки набора, основной набор сегодня в отрицательной территории. Лучше рынка торгуется Роснефть, 0,4 в плюсе. Остальные все в красной зоне. Газпром теряет 0,5%, ВТБ 1,3%. По проценту теряют Сбербанк, Ростелеком, Северсталь, обычка 1,5% и почти 2% Росгидро. Ну, еще 1,5% НЛМК, наверное, тоже. Можно акции обыкновенные. Вот такова картина маслом. Еще раз повторю, наверное, стоит прежде всего, да, так сказать, два вектора основных. Причем многократно, многократно нами уже обсуждаемые. Два вектора, наверное, выделить. Это настроение на американских рынках, связанное, наверное, с сезоном отчетности. Достаточно неплохо, по крайней мере. Те, кто успел уже, да, показывает цифры. И все остальное. Америка и все остальное. Все остальное, да, как-то не особенно позитивно. Виталий, если не возражаешь, ну, давай с этого сразу и начнем. Итак, Brent 107,5, LightSuite 104,5, 3 доллара между ними. Если вспомнить, там, месяц-полтора было 10 долларов. А если вспомнить, до 2008 года было наоборот. Что происходит? Мы на практике видим действия рыночных сил. Причем чисто рыночных сил. Вот Америка за последние годы показала пример, как в условиях практически чистого рынка и почти отсутствие регулирования со стороны государства можно эффективно строить бизнес в части по транспорту нефти и газа. Только был рост сильный, рост добычи нефти и газа. Буквально в течение двух-трех лет американские компании выставили мощную инфраструктуру по поставкам этого газа, нефти, в частности по нефти, на нефтеперерабатывающие заводы, которые находятся на восточном побережье Соединенных Штатов. Ранее такой инфраструктуры, по сути, не было. При этом поставки нефти сегодня идут и по нефтепроводам, и по железной дороге. Это серьезные вклады в экономику перевозчиков, которые по железной дороге перевозят нефть. Вот эти перевозчики, учитывая то, что объемы перевозки угля упали сильно, у них были финансовые сложности. Но вот рост перевозок нефти компенсировал им потерянный уголь. Плюс вот эти перевозчики переходят на газ, используют в качестве топлива, чтобы перевести нефть к газ. То есть это уникальный пример рыночной ситуации того, как надо действовать в условиях чистого рынка. Есть продавец, надо груз перевести эффективно до покупателя. Инфраструктура практически за 2-3 года, но если не полностью, то по большому счету на 60-70% была выстроена сегодня уже. Но сужение спреда, по сути, сегодня происходит на ожиданиях того, что запасы нефти в Кушенге будут наконец-то более активно падать. А почему наконец-то, ты говоришь? Чтобы обосновать такой низкий спред. Потому что сегодня запасы нефти в Кушенге все-таки остаются около исторических максимумов. Кстати, вот сужение спреда в краткосрочной перспективе началось, по-моему, на прошлой неделе, когда запасы в Кушенге сократились на 10 миллионов. Там запасы нефти в целом. То есть там с учетом НПЗ мощности хранились. В Кушенге они, по-моему, даже выросли, кстати. Поэтому пока мы не видим физического снижения запасов нефти в Кушенге. Да, выстроенной мощности. Есть ожидание того, что в Кушенге будет падать все. Но пока сужение спреда, по сути, произошло только на ожиданиях. Поэтому главное, чтобы эти ожидания притворились в реальный факт. Иначе спред может снова увеличиться. Потому что предложение нефти на внутреннем рынке Соединенных Штатов увеличивается. Видно, что... Кстати, спред, если будет увеличиваться, будет расширяться за счет падения американской нефти или роста европейской. Смотрите, в этом году, в принципе, как можно было спекулянтам зарабатывать деньги на рынке нефти. По сути, просто покупать нефть – это очень большой риск. Разные факторы действуют – это геополитики, финансовые, монетарные факторы. Поэтому мне кажется, что по большому счету спекулянты в течение этого года делали большую ставку на сужение именно этого спреда. При этом основания формально были, то есть были ожидания, они и сейчас есть. Поэтому это позволяет спекулянтам делать деньги на рынке нефти. И мы видели, что по большому счету сужение спреда произошло за счет одновременно и падения бренда, и роста WTI. То есть эти нефти, они где-то там в районе 100-105 долларов, они вот так вот и держатся. Спасибо, спасибо. Леш, тебе вопрос. Вот Виталий рассказывал сейчас про то, что творится в Соединенных Штатах Америки. Ну, в хорошем смысле слова, как минимум. Новые проекты инфраструктуры, связанные с нефтью и с газом в том числе. Можем мы выделить, по крайней мере, какие-то, если не подобных масштабов, то, по крайней мере, яркие проекты в Российской Федерации, связанные с газом? Ну, безусловно, в прошлом году «Газпром» ввел, например, в новую провинцию, фактически, Ямал, которая не была освоена в советский период. В принципе, это новый уровень технологий, новый уровень сложности в климатическом, новый уровень затрат, технических вызовов, учитывая переход через Байдорадскую губу, которую необходимо было построить, опробовать в условиях, сложных ледовых условиях. Это вызов. И это сделано было, в принципе, с большой задержкой. С задержкой во времени? Во времени, да. Тем не менее, процесс освоения и строительства занял где-то 5-6 лет. В принципе, не так много. Спасибо, Людмила. Сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Виталий Крюков, аналитика ФД «Капитал» и Алексей Гривач, заместитель директора ФНЭП по газовым проектам. Обсуждаем мы, прежде всего, рынок нефти и газа и, помимо всего прочего, естественно, касаемся и многих других вопросов, связанных с финансовыми рынками. Напомню, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, Алексей, продолжим. Вот разговор, это действительно очень важный, очень интересный. Ты сразу начал о «Газпроме», о его нашумевшем прошлом году проекте. Ну, как минимум, разговоров было много. И хотелось бы мне услышать по поводу эффективности его, что ли. Прежде всего, конечно, с точки зрения «Газпрома». Ведь если обсуждать рыночную ситуацию, и мы это делаем неоднократно, то как раз акционеры-то многочисленные «Газпрома» реагировали на подобное известие негативно. Как-то они не очень вас приняли с радостью. Ну, безусловно, вопрос эффективности всегда стоит. Но есть вопросы, так скажем, энергетической безопасности страны. И «Газпром», как гарант газоснабжения по закону, он обязан создавать мощности в условиях того, что добыча на введенных советских гигантах, трио такое «Медвежье», «Уренго» и «Ямбург», она действительно падает с коренными темпами. Это нормальный процесс для газового сектора. Вот фразу, фразу эта мне понравилась. Это проект, связанный с энергетической безопасностью России, да? То есть это такая... Я бы даже сказал, долгосрочной безопасностью, поскольку запасы вот на Дымпорт-Азовском, основном регионе добычи газа, они постепенно истощаются. И для нормального функционирования системы, которая является одной из крупнейших в мире, может быть, даже крупнейшей, если брать еще бывшие советские республики, которая основана на разработке все-таки больших гигантских месторождений. Мелкие, которые тоже имеют место быть, и есть такие ресурсы, в том числе у независимых производителей, и они все-таки как дополняющие... Должна быть так называемая базовая нагрузка этой системы, и без Ямала ее обеспечить в перспективе 20-го года или 30-го, а газовый отрас не мыслит себя на 2-3 года. Это вообще ничто. Ничто. Да. Минимум 7 лет цикл инвестиционный, а жизнь трубопровода от 30 до 50, жизнь месторождения тоже крупного, исчисляется десятилетиями. Поэтому это очень долгосрочные все вещи. С позиции сегодняшних выгод, сколько ты потратил, сколько заработал сегодня, очень сложно оценивать. Невозможно. Практически невозможно. Я понял. Я понял, да. Ну, по крайней мере, это достойный ответ, в том плане, что мы говорим о них спекулятивных сейчас реакций, и, да, если говорить, что это проект стратегической, государственной важности, то, может быть, и стоит его оценить позитивно. Твое мнение, Виталий, по этому поводу. Ну, на мой взгляд, мы будем видеть постепенное изменение точек роста добычи газа у компании. Компании «Газпром». И в целом по газовой отрасли. То есть, очевидно, что эффективно поддерживать добычу газа в Западной Сибири уже очень сложно. То есть, есть естественные темпы падения добычи газа, которые мы сегодня видим. Вот. Поэтому приходится газовой отрасли менять регионы добычи газа, осваивать более сложные проекты, которые представляют... Более затратные. ...большие вызовы, дорогие проекты, что здесь скрывать. Это не дешевый сеноман, это более сложные проекты, залежи более сложные. И коллекторы, конечно, представляют порой очень серьезные вызовы для геологов. Вот. И газовая отрасль постепенно смещается на восток и на север. Ну, вот. И, конечно, очевидно, что там неосвоенная территория, и придется вкладывать очень небольшие деньги. То есть, это триллионы, триллионы рублей. На освоение проектов, на строительство новых газопроводов. И, по большому счету, они будут ориентироваться на, ну, для нас, по сути, новые рынки сбыта. Это Азия, азиатский регион. Это колоссальное изменение вектора поставок, вектора добычи газа, которое будет трендом на ближайшие 10, 20, 30 лет. А скажи мне, пожалуйста, корректно сравнить? Вот мы много раз упоминали, опять-таки, стратегический, да, взгляд СССР в Америке с точки зрения сланцевой революции, с точки зрения попыток действительно создать и внутреннюю инструктуру, и с чистого экспортера превратиться, в конечном итоге, в импортера сырья, да? Наоборот. Да-да, естественно, импортеры, экспортеры, да. А резонно, корректно сравнивать вот то, о чем мы сейчас говорим, с точки зрения «Газпрома», это тоже некая стратегическая идея, потому что пройдет там 10-20 лет, да, парадигма изменится, и тогда мы увидим, да, то, что... Ну, мне кажется, пока рынки Америки, России, Европы, Азии, это рынки, по сути, разные, то есть они не совсем взаимосвязаны, и мы видим разные уровни цен по регионам, вот, и американский рынок, он вообще особняком стоит, то есть это некий отдельный рынок, и мне кажется, что, наверное, в первую очередь американцы будут стремиться переводить внутреннего потребителя на газ. То, что мы видели в последние годы, это стремительное замещение газом угля. Вот этот уголь, который был вытеснен с американского рынка, он пошел на европейский рынок, в частности, и мы вот сегодня видим, что и продолжается рост потребления угля, Франция, Германия, вот, также в Азии, кстати говоря, в Японии в последнее время очень активизировался спрос на уголь, потому что они устали жить на дорогом газе, потому что газ в Азии стоит очень дорого, и порой страна испытывает очень небольшие проблемы с бюджетом. Вот, поэтому, и вот эти тренды, они все будут иметь действие там на ближайшие годы. Америка, да, сегодня одобрены проекты уже, то есть официально можно строить мощности по экспорту жиженного природного газа. По оценкам, максимальный, наверное, объем, который может быть из Америки, это 10-15% мирового рынка жиженного природного газа. Ну вот, наверное, он может, он, скорее всего, будет поменьше, потому что, по большому счету, экономика этих проектов сегодня держится на спреде, который есть между американскими ценами на газ и ценами на газ в мире, то есть там в Азии, в Британии, то же самое. Вот, поэтому я ожидаю, что этот спред, он будет постепенно-постепенно сужаться, и рынки будут более унифицированы с точки зрения ценообразования. И поэтому окно, которое сегодня есть, с точки зрения поставок СПГ на мировой рынок из Соединенных Штатов, может схлопнуться в какой-то момент времени. И объемы будут не такими большими, и они будут крайне ограничены по рынкам. Может быть, в Азии, например. И не стоит забывать еще, не только у Соединенных Штатов большие проекты, но и у Канады. А Канаде очень эффективно поставлять, к примеру, в Китай. То есть у них там плечо по транспорту очень короткое. Вот, поэтому... Я понял. Леш, вот... Очень много. Не просто много, а на порядке больше, чем при разработке традиционных резервуаров газовых. Экономика держится сейчас в основном на том, что извлекаются так называемые natural gas liquids, которые пропан-бутановые фракции, которые ближе к нефти по своим ценовым параметрам, плюс газовый конденсат, который является премиальным по сравнению даже с нефтью, примерно там до 30%, так как по своим характеристикам он более привлекательный вид топлива. Вот за счет тех мест, где эти жидкие углеводороды, конденсат и пропан-бутановые имеются, там продолжается добыча газа, продолжается вложение в этот сегмент. Есть какая-то инерция. В долгосрочной перспективе при таком ценовом тренде эти инвестиции будет просто происходить. Это, во-первых, уже сворачивается инвестиции, а во-вторых, будет происходить снижение добычи. Может быть, даже более интенсивное, чем при разработке традиционных месторождений, которые в США падают уже много лет. То есть, смотри, твое мнение в этой студии звучит впервые. Ты смотришь с оптимизмом на эту пресловутую революцию, на возможность ее на Штатах Америки занять место на мировом рынке в качестве ведущего игрока? — Я думаю, что американцы хотели бы сохранить за собой такой статус законодателя МОД и некого арбитра... — Во всех сферах причем. — Да, и газ в том числе. Как многие считают, газ — это новый вид, основной вид топлива на долгосрочную перспективу, там, 21 век, как говорят. Пока для газа не хватает ни инфраструктурных вопросов, ни вопросов, там, как-то оптимизации вообще вот этих торговых связей, системы взаимоотношений на рынке. — Это в Штатах или вообще в мире? — Вообще глобально, поэтому газ все-таки остается преимущественно региональным продуктом, все-таки он связан, там, очень сильно завязана система трубопроводов и так далее. — Как мне кажется, Америка хотела бы получить для себя статус арбитража. И мне кажется, у них для этого есть определенный задел, связанный с тем, что в 2000-х годах они построили около 1800 миллионов тонн в год мощности по регазификации общей сложной, которые сейчас не задействованы по понятным причинам, практически, там, 2% утилизации. То есть это мертвые инвестиции. Сейчас они планируют построить, часть из них переделать в так называемые реверсные возможности производства СПГ и принятия. И работать на этом рынке в качестве такого участника арбитража. Когда цены на СПГ будут низкие на мировом рынке, они будут его импортировать. Когда будут высокие, они будут его импортировать и на этом зарабатывать, и при этом держать рынок в своих руках. Это реально, на твой взгляд? Почему нет? Они же держат финансовый рынок, и почему бы ему не держать рынок газа? И нефтяной рынок точно так же. Все говорят, вот, ОПЕК, картель, но картель условных трейдеров и спекулянтов, вот как говорил Виталий. Чем определяется рост цены на WTI? Это снижение спреда при росте добычи в Соединенных Штатах. По идее, должен снижаться. Предложение увеличивается. Спрос снижается. Что должно происходить? Падения должны падать. Они не падают, они растут. Добавно. Потому что спекулянты ждут роста. Спасибо, Леша. Сейчас мы новости послушаем, а потом продолжим. Ну что ж, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам. ФМ. Сегодня мы обсуждаем рынок нефти и газа. Ну и в целом говорим о финансовых рынках. Напомню, в студии Виталий Крюков, аналитик институционно-финансового дома «Капитал» и Алексей Гривач, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Вернемся к нашему разговору. Ну, кстати, опять мы о спредах заговорили, да, и его сужение немножко выглядит. Ну, как минимум, подорожание американской нефти, Леша, пользуясь обычной логикой, выглядит немножко нелогично, потому что вроде бы запасы... Не рыночные. Не рыночные, да. То есть это говорит о чем, что есть все-таки манипуляции, наверное, или есть некие другие интересы, которые более важны и оказывают влияние на цену? Ну, мне кажется, это не совсем так, то есть не вся правда. Вот, потому что нефть до последнего времени была заперта, по сути, в центре, то есть в Мид-Весте, где вот Кушенге. То есть вся нефть из Канады, Сланец, это все приходило в Кушенг. Сегодня вот из проектов, которые добывают там сланцевую нефть, из этих мест выстроены крупные мощности по транспорту нефти. Да, на побережье Соединенных Штатов, где эта нефть перерабатывается в нефтепродукты и уже идет на экспорт. Вот, поэтому вот в таком случае картина будет полной. То есть основания все-таки есть, о которых я говорил в первой части передачи. То, что железнодорожные мощности построены большие, нефтепроводные мощности большие. И все это перерабатывается в готовые нефтепродукты, которые сегодня оказывают очень большое влияние на европейский рынок и на маржу переработки, которую мы видим на НПЗ. Я понял, я понял. Ну хорошо, если заговорили о европейском рынке, давайте упомянем, что еще влияет на высокие цены на нефть. Ну и Brent, наверное, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке, геополитический некий фактор. И, кстати, я хотел бы от вас услышать, как в связи с этим чувствуют себя российские компании этой отрасли, ну и что происходит с национальной валютой. Леш, что происходит сейчас на Ближнем Востоке? Прокомментируй, пожалуйста. Там жарко. Там жарко, да, да. Жарко во всех смыслах этого слова. Ну, наверное, больше всего рынок нефти реагирует на события в Египте. И опасения на то, что там вся ситуация выйдет из-под контроля и какая-то из силы либо перекроет, либо значительно затруднит или повысит риски. По-разному можно выразиться. Прохода танкеров через Суэцкий и других судов через Суэцкий канал в Средиземноморье. Ну, такие опасения были, но мне кажется, это вряд ли в интересах любых властей Египта. И даже в период безвластия это слишком, так скажем, серьезный вопрос. Ну, то есть, какая политическая сила не пришла к власти, да, в любом случае, наверняка, она будет, ну, как минимум, реально смотреть на вещи. Или, возможно, фосмажоры какие-то. Вот по моим ощущениям, конечно, я не знаю ситуацию на практике, которая в Каире происходит сегодня, да. Но вот по ощущениям, все-таки Египту не совсем, наверное, выгодно приостанавливать поставки нефти. Потому что вот транзита нефти страна имеет в год дохода, там, более, по-моему, 5 миллиардов долларов. Недавно, вот буквально в последние дни, Египту были предоставлены очень мощные кредитные транши, сделаны крупные вливания, безпроцентные, по сути, на миллиарды долларов. Это сделали Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Арабские Эмираты. Где-то это в форме кредита под очень низкие ставки, где-то просто дали, там, миллиард-два долларов. Вот, поэтому... Чтобы поддержать, да. Конечно, они это не просто так делают, и власть сегодня обеспечена наличностью, чтобы погасить вот те протесты, которые сегодня есть. И все страны в мире, понимая важность, там, Суэского канала, может быть, даже и не столько Суэского, там еще ведь и нефтепровод тогда проходит мощный очень через страну. И мне кажется, просто это невыгодно никому сегодня, вот, видя текущие цены и что может быть. Только вот на слухах о том, что, причем не совсем обоснованных, они, мне кажется, не совсем имели какую-то почву, то есть оснований не было никаких здесь. Вот, только на слухах нефти прибавила 5 долларов. То есть только на слухах. А что будет по физическому уже, ну, уже по факту, да. Вот, представить сложно. Поэтому вот, учитывая все эти факторы и денежные вливания и большой доход стороны поставок нефти, мне кажется, вряд ли этот сценарий будет и не действовать. А можно говорить, если, так сказать, обсуждать ближайшие какие-то перспективы, можно говорить о том, что, как только, я думаю, тоже все заинтересованы в том, да, чтобы этот очаг напряженности несколько более, несколько притушить, как только, так сказать, ситуация начнет стабилизироваться, цены сразу пойдут вниз активно. Мне кажется, что вот произошло с момента кризиса, это фундаментально изменился рынок нефти. Вот про рынок газа можно отдельно поговорить, но мне кажется, вот рынок нефти, он, если до кризиса, по сути, был рынком продавца, то есть продавец, по большому счету, диктовал условия, потому что был опережающий рост спроса практически на все сырьевые группы, вот, то сегодня это рынок покупателя все-таки. И покупатель, наверное, сегодня на рынке нефти, ну, определяет тренды, то есть покупатель стал более эффективным, во-первых, он изменил модель роста экономики, стал больше экономить, там, меньше тратить денег, пытаться, например, в ущерб по экологии покупать более грязные сырьевые товары, как вот тот же уголь, о котором мы говорили, все ради экономии делается. И вот, а покупатель, мне кажется, а производители еще до кризиса вкладывали очень небольшие деньги под будущий рост спроса, то есть были выстроены колоссальные мощности на всех сырьевых рынках, то есть, может быть, в меньшей степени это касается рынка нефти, но вот по другим товарным группам это было отчетливо видно. И сегодня спрос, он хоть и показывает рост, то есть мы вот видим спрос, например, на алюминий, идет в мире сильный рост спроса, то есть там 7-8% в год, но цены падают, потому что все-таки мощности, они пока больше, то есть можно говорить о том, что мощности будут уменьшаться до уровня спроса, вот, но это будет там через 2-3 минуты. Для этого нужно время, конечно. Для этого нужно какое-то время, а пока в моменте производителям надо выжить как-то, потому что порой цены опускаются ниже бездержек просто, да. Вот, поэтому сегодня, на мой взгляд, рынок покупателей. И то, что делают производители сегодня, они пытаются регулировать этот рынок, порой искусственно. То есть то, что делает ОПЕК, например, вот, когда Саудовская Аравия видела, что вот идет какое-то увеличение в мире, там, поставок нефти, там, да, в тех же самых Соединенных Штатах, запасы нефти в развитых странах очень сильно брызли. Они сразу немножко снизили добычу нефти, сейчас увеличили чуть-чуть. То есть они пытаются регулировать поставки, цену, потому что понимают, что сегодня мяч на стороне покупателя. Леш, а на газовом рынке где мяч? Я по нефти еще добавлю, но мне кажется, что все равно какой-то сложился консенсус на рынке, что вот сейчас мы живем в условиях нефть-100. Нефть-100, стабильность. Нефть-100, да, вот там плюс-минус, они могут быть какие-то спекулятивные, там, на ожиданиях перекрытия Советского канала чуть выше, потом на чем-то чуть ниже, но в целом, вот, условно, там, бренд-100, и мы живем вот в мире 100 долларов за бочку. И в этом, в принципе, заинтересованы практически все поставщики, но и крупнейший, один из крупнейших потребителей, которым является Соединенные Штаты Америки, также заинтересованы в нефти-100. Объясню почему. Сланцевая нефть, так называемая, это дорогое в удовольствие. Я, если бы уже добавил, это модное сейчас, да, но дорогое в удовольствие. Модное, но дорогое в удовольствие, даже более дорогое, чем сланцевый газ. Это прибыльное в удовольствие даже. Прибыльное? Я бы добавил, да. Но оно прибыльное при нефти-100, а вот при нефти-80 оно уже может быть не столь прибыльным и интересным. Спорное? Ну да, это спорная вещь, потому что, по сути... Спорная, потому что не было бы прецедентов еще, да? Это зависит от режима налогообложения, вот, потому что в Соединенных Штатах все-таки система и по газу, и по нефти такова, что вы, по сути, имеете право списывать там скважины на себестоимость. То есть у вас идет вычет из налогооблагаемой базы идет. То есть вы в Соединенных Штатах очень большой налог на прибыль, да? Вот. А учитывая то, что у них специфика такова, что, по сути, амортизируются скважины сразу, у них амортизация идет, ну, рекордная, то есть там 25-30 долларов на баррель, например, да? И за счет повышенной амортизации у вас низкие налоги. Вот. Поэтому налоги на сектор в Соединенных Штатах, вот на нефть, там, газ, да, крайне низкие просто. Если посмотреть отчеты производителей с ланцевой нефти, у них маржинальность не то, что выше 50%, а там 60-70% при, опять же, текущей стоимости нефти. Плюс еще хеджи. Хеджи, которые делаются на всякий случай, в случае, там, не знаю, падения цены нефти. И у вас будет доход от продажи, там, форварда, например. Вот. Поэтому вот эта тема, там, 100, это... Я понял. Оптимально, там, 80-90, это очень такой показатель, он не просчитанный. То есть это только практика может показать. Мы как в теории можем говорить, там, 80-90, но производители, они показали, и в кризис, что они могут эффективно подстраиваться под рынок, под цены. Ну, если действительно маржат... Если надо выжить, производитель сделает максимум. Делает максимум, но за счет своей маржи, в конце концов, главное, что она есть, правильно? Маржа есть. А это следствие некой государственной политики, да, или просто так жизнь устроена в Америке? Да, это особенности налогообложения в Соединенных Штатах. Ну, там не только налогообложения, плюс доступ к финансовым ресурсам. Очень легко поднять деньги на... Финансовый рынок очень развит. Да, очень развит, и за счет этого... Но за счет этого надуваются пузыри, которые все равно в какой-то момент, если экономика не работает, они лопаются. Вопрос в том, как скоро он будет лопаться. Есть мнение, что цена 100 долларов позволяет этому пузырю дальше развиваться. 80? Вопрос. Надо считать. Надо считать. Надо считать. Надо считать. Ну, и надо, да, действительно, чтобы примеры были подобные, к сожалению, пока еще, да, или к счастью, может, пока еще не было. Ну, так возвращаясь к рынку газа, все-таки, Леша, а вот рынок газа, это рынок кого сейчас, если пользоваться терминологией Виталия? Рынок продавца или рынок покупателя? Есть там некая цифра, которая эквивалентна, там, 100 долларам за баррель по нефти бренда? Да, ну, тогда у меня есть встречный вопрос. Какой из рынков газа вы имеете в виду? Мы, в принципе, мировой обсуждали, да? Его нет. Его нет, в принципе. Есть отдельный рынок СПГ, причем, который жестко разделен на СПГ, который идет по долгосрочным жестким контрактам с четкими привязками к месту сдачи. Есть доли СПГ, которые волатильные. Есть не очень небольшие объемы, так называемые у СПГ, полностью СПГ, который производится и продается по краткосрочным, среднесрочным контрактам без привязки к конкретному пункту сдачи. Есть рынок Соединенных Штатов Америки, Северной Америки, точнее, Канада, США, Мексика, который довольно интегрирован, практически в настоящее время не связан с другими рынками. Есть рынок Европы, который привязан к трубопроводным. Там у них есть своя добыча, плюс трубопроводные поставки из трех основных источников. Россия, Норвегия, Алжир. Плюс объемы СПГ, но в основном заточенные на северо-запад и юг Средиземноморья. Леш, спасибо, мы прервемся. Ну, наверное, Европа и Россия нам будет больше всего интересно. Мы продолжим после новостей. Ну что ж, друзья, последняя часть нашего эфира «Сухой остаток» на Финам. ФМ сегодня в гостях Виталий Клюков, аналитик ФД «Капитал» и Алексей Гривач, заместитель директора ФНЭП по газовым проектам. Леш, продолжим тогда, да? Собственно, все ты в деталях нам рассказал, где, какой рынок. Нас наверняка больше всего интересует Европа, поскольку она непосредственно интегрирована с Россией. Вот о нем поподробнее, если можно. Его можно как-то вот так же классифицировать, как Виталий предложил, рынок подавца, рынок покупателя. Там все сложнее гораздо. Ну, с одной стороны, конечно, последние годы это рынок покупателя, что связано с тем, что в Европе с одной стороны искусственно, с другой стороны, может быть, естественно, снижалось потребление газа, физические объемы. Ну, то, что естественно, наверное, понятно, да, в связи с кризисом европейским. А искусственно это что? Энергетическая политика Евросоюза. Которая, ну, вот, Виталий уже упоминал историю с... Углем. С углем. Причем не только североамериканским, но и, например, российским. Что вот российские уголь, они готовы импортировать больше, а российских газ нет. Ну, здесь вопрос цены. С одной стороны, газ там в пересчете дороже в два раза сейчас для Европы. Но, но, это, понимаете, как вопрос. Вот вы живете там в доме, там, люкс, а ходите покупать продукты в пятерочку. Можно представить такой вариант? Можно. Можно, безусловно. Это опять возвращаемся к тому, что сейчас... Возмущаться, что у вас, к любому вкусу, продукты в два раза дороже, чем в пятерочке. Ну, что такое? Ну, сегодня покупатель выбирает то, что дешево. Да, да, да. Он может жить в лакшери, но покупать дешево. Но этот вопрос все-таки имеет какое-то долгосрочное измерение, что Европа говорит, мы хотим сделать низкокарбоновую экономику, снизить выбросы. Мы против угля. И при этом, по идее, должны были включаться какие-то механизмы, которые бы делали дешевый уголь более дорогим для потребителя. Правильно? Вместо этого происходит иначе. Никакий рынок выбросов попросту не работает, который должен был компенсировать эти процессы. То есть это просто остается декларацией, да, таким красивым, что много, кстати, да, примеров, чему много. Красивая фраза и такой. Да, декларация. И в итоге... А поскольку энергетическая политика, это тоже долгосрочная вещь. И на нее ориентируются инвесторы и так далее. И эти неправильные сигналы, они в конечном итоге выйдут боком, так или иначе. Ну, либо Европа превратится в угольную... Загазованную. Загазованную. В это время она ее повысит стоимость угольного газа. Да, она делает более затратным и добычу, и переработку этого самого, и смысл во всем... Наверное, не в два раза. То есть не до этих... Это очень тоже, это надо такая счетная вещь тоже, это надо посчитать, потому что сегодня технологии есть, вот, но они не совсем совершенны, скажем так, вот. Поэтому дорабатывать, конечно, их надо еще серьезно очень. Кстати, смотри, вот в поисках некой альтернативы, ну, классическому топливу, да, или наиболее распространенному топливу, мы некоторое время назад, ты активно, по крайней мере, да, пропагандировал поиск некого абсолютно нового источника энергии, помнишь, да, что если этот источник будет найден, да, каким-то образом, ни нефть, ни уголь, ничего не потребуется. Дед, я говорил, что мы, наверное, будем иметь какой-то переходный этап, может быть, к новому виду топлива, да, но опять же мы здесь говорим не о, там, завтра, там, послезавтра, то есть это такие очень большие циклы, вот, и... Глобальные идеи такие. Да, да, постепенно вот мы там видим, что потребители смотрят на газ, на газовое топливо, да, особенно активно в Соединенных Штатах, строят газовые станции, там, ну, вот, а в Китае то же самое, да. Потребители, мы, неоднократно, Леша произносил эту фразу, да, есть некая энергетическая стратегия, причем на уровне государства, я так думаю, что в этом случае, да, не совсем рыночные механизмы, то есть не спрос диктует, не потребитель, конечно, диктует, а государство само, значит, стратегию развития своего энергетика. Ну, вот уже показано было, что говорим о том, что мы за экологию, а сжигаем уголь, да, потому что так просто эффективнее совершенно. Противоречие. Вот, например, Обама говорит, что он за зеленую энергию, да, то есть он, наверное, в большей степени приветствует газ, чем уголь, например, да, но и мы видим по факту, что в Соединенных Штатах увеличивается потребление газа, а уголь уходит на другие рынки. Ну, если газ вырастет, к примеру, до 6 долларов за миллион БТЕ, то может произойти обратный переход из газа на уголь, и Обама уже будет опять за угольную... Ну, это рынок просто. Нет, я предположу, что он напомнит, он скажет, помните, я говорил в свое время, вы меня не послушали, вот. Да. Теперь мы будем опять инвестировать в возобновляемые источники. Должен быть баланс просто. Хорошо, по поводу баланса, смотрите, у нас есть звоночек, давай послушаем его. Максим, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, я ваш постоянный слушатель. Спасибо. Вот, спасибо большое за вашу передачу, очень интересно. Вот вопрос, как бы, вам и вашим гостям. Насколько сохраняется прямая зависимость между ценами на углеводороды, нефть и газ, и курсом рубля? Сейчас, в данный момент, поясню, почему. Потому что, когда в восьмом году, в девятом обвалилась нефть, то послед, как бы, высокий цен на нефть сохранился на газ природный. И, как бы, цену на природный газ, они, вот, вытянули чуть-чуть нашу экономику по притоку валюты. А, как бы, а вот сейчас и нефть выше ста, и газ, вроде как, ну, не совсем дешевый. Ну, вот, а как-то вот так вот все печально. Ну, может, да, Максим, понятен вопрос, наверное, я думаю, что пока все не так уж печально, но, в любом случае, да, вот этих вот взаимосвязей, о которых вы говорите, не наблюдается. Спасибо огромное за вопрос. Виталий, надо ответить, и чуть пониже микрофон, пожалуйста, опусти их, да, ближе, вот так, а то тебя плохо слышно. Ну, в кризис, собственно, падала нить, мы это видели, да, но это был краткосрочный период, и в то время политика ЦБ, вот, если вспомнить, все-таки отмотать назад, это осень 2008 года, политика ЦБ была кардинально другой по сравнению с тем, что мы видим сегодня. То есть основной здесь фактор — это изменение политики ЦБ относительно регулирования валютного рынка. Но если там до кризиса было такое, ну, условная рекомендация правительства постепенно ослаблять рубль, чтобы не было паники, населению постепенно говорить, что вот, есть риски того, что рубль может упасть, и ЦБ в то время потратил сотни миллиардов долларов на такую политику. Эта политика неэффективна, она преследовала чисто политические цели. Сегодня ЦБ, на мой взгляд, действует более адекватно. Политика поменялась на валютном рынке. Сегодня ЦБ меньше вмешивается в ценообразование, переходит к таргетированию, да, и это, конечно, влияет на валютный рынок, он стал более волатильным, то есть больше подвержен каким-то спекулятивным трендам. Более гибким, нехорошее слово. И вряд ли сегодня потребителям, да, можно ожидать, что ЦБ также будет действовать, как до кризиса, то есть искусственно сдерживать падение российской валюты. Если тренды будут указывать на падение, а сегодня и в экономике тренды не самые позитивные, вот, и отток капитала, и низкая инвестиционная активность, ну, в общем, об этом уже много сказано все, вот, и Россия сегодня ищет механизмы, ищет какие-то варианты, как поддержать экономический рост и стимулировать приток капитала в страну. На мой взгляд, будущая модель страны должна быть основана на инвестициях. Вот то, что было сделано в Китае в свое время, где у них инвестиции, доля инвестиций в экономике была там 35-40%, у нас сегодня 20% и ниже. То есть у нас есть потенциал огромнейший по росту инвестиций. Вот, и в таком случае рубль будет иметь поддержку. Но я вот согласен, что все-таки в последнее время баланс взаимосвязи нефть и рубль-доллар был смещен, немножко перекошен в сторону очень сильного роста доллара. То есть такое очень видно. И на мой взгляд, все-таки при текущей стоимости нефти, и мы видим эти факторы, которые поддерживают там нефть, наверное, может немножко отыграть валютную пару. То есть рубль может быть немножко посильнее. Чуть-чуть укрепится. Потому что все-таки баланс был смещен очень сильно. Ну и, Леш, буквально два слова тоже добавь. Я бы добавил, что здесь это, как и во всем мире, зависит от двух тенденций. С одной стороны, сколько мы получаем нефтедолларов и газодолларов, если позволить, и сколько мы потом их тратим. Сейчас мы просто у нас тратим больше, чем мы тратили три года назад. И поэтому при высоких ценах и поступлении в бюджет, соответственно, мы получаем менее сильный рубль. Я согласен. Есть еще, наверное, что надо добавить, что при всех относительно высоких ценах на нефть все-таки эффективность российской экономики была связана с постоянно повышающейся динамикой цен. Что, так сказать, позволяло все больше и больше нефтедолларов в экономику. А сейчас, опять, Лешину фразу здесь вспомнить, да, нефть, сто долларов, как ты сказал? Да, это реальность сегодняшнего, консенсус сегодняшнего. Нефть сто долларов, она никаких дополнительных толчков не дает российская экономика. Ну и я тоже соглашусь с моими коллегами, и сейчас есть более глобальные, наверное, причины. Вот, в частности, последняя причина, последние несколько месяцев, это укрепление доллара по всем фронтам, и рубль здесь тоже, естественно, не остался в стороне. Развивающаяся ли это валюта? Значит, надо посмотреть, что падают валюты всех развивающихся стран. Рубль не самую плохую динамику. Причем не сам, конечно, да, рупия индийская или мексиканские песо на исторических минимумах. Рубля еще есть, там, какие-то более-менее, да, там, возможности для коррекции. И сегодня он укрепляется, кстати, вот, тоже достаточно интересно. Ну, и буквально один вопрос, поскольку осталось мало времени. На ваш взгляд, по крайней мере, да, наблюдается опять раскорреляция и с динамикой рубля и фондового рынка российского. Это с чем связано, Виталий? Ну, опять же, активы, все активы, вот, валютные, средневые активы, фондовые активы, они движутся в разные стороны. И смотреть на исторические взаимосвязи очень сложно. Сложно сейчас, да? Понимаете, тут идет глобальное падение прибыльности российской экономики. То есть, вот, если по компаниям отчетности смотреть, там, за первый квартал, думаю, что тренд продолжен дальше. Падение маржинальности операционной деятельности. То есть, грубо говоря, у вас выручка пока та же самая остается, но с этой выручки вы имеете меньший процент, чем, ну, в качестве прибыли. Это глобальный тренд по всей экономике, по сути, идет. Это очень тревожный фактор. И, конечно, инвесторы, которые смотрят на фундаментальные показатели, они видят, что идет падение маржи. Вот, это очень тревожный фактор. И поэтому предпочитаю вкладывать в те компании точечно, где есть потенциал увеличения прибыльности операции и меньшая зависимость от государства. Поэтому, соответственно, да, российский рынок не очень привлекательный. Спасибо огромное, друзья мои. Я еще раз напомню, сегодня в студии сухого остатка были Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал» и Алексей Гривач, заместитель директора ФНЭП по газовым проектам. Спасибо вам, гости. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваше внимание. Всего вам хорошего. Успехов на рынке. До свидания. Продолжение следует...